В этом показе детское воображение вне рамок и стереотипов. Яркие краски, причудливые формы и материалы представили в своих коллекциях совсем юные дизайнеры в проекте «Подиум Урала». Среди них участники детских школ дизайна одежды и модельных студий, а также молодые, но опытные дизайнеры. В этом году у нас участников намного больше, где-то порядка около 150 человек. Много из областей у нас в этом году участвует Трехгорный, Коркино, Копейск участвует, Чебаркуль. Мы сталкиваем на одной площадке как совсем детские театры моды, так и театры моды в вузах и колледжах. Это нужно для того, чтобы маленькие дети, которые занимаются в кружках по данному направлению, понимали, к чему это все идет, для чего они занимаются, чем это вообще в будущем, это им может пригодиться. Корона, как у царевны лебедь, платье и шляпка парижанки XIX века, шотландская клетка в современном прочтении. Идеи для своих коллекций участники показа черпали из разных областей искусства и исторических эпох, а для их воплощения использовали самые разнообразные техники и материалы. Коллекция отшилась где-то за месяц. Самое, конечно, тяжелое – это были короны. Изначально создавались сами платья, сверху уже кружевом все обрабатывали, и потом создавались уже корпусы для корон наших, и каждую бусинку мы приклеивали сами вручную. Мы привезли коллекции две. Первая коллекция – три девочки перед вами. Это коллекция «Необычная» Эдвард Флеш в стране нонсенса, посвященная поэту Эдварду Леру. И вторая коллекция – джинсовый апгрейд для малышей, пятый класс и пробная коллекция. В ходе подшивок коллекции, конечно же, возникали сложности. В ходе изготовления рюш, наклейки, текстов произведения Эдварда Лера, но мы с ними справлялись. Я представила пальто, которое было создано способом апсайклинг. Апсайклинг – это создание одежды с помощью старых материалов. То есть я перешивала это пальто, современный силуэт создала и использовала декорирование гусинами, сеткой, шнурком. Вообще здесь используется пленка и журнал. Пленка – это такой материал, который не гнется, не сминается. Здесь особые подходы нужны к изготовлению. Мне запомнилась морская тематика, была очень интересная, в принципе, довольно-таки. Были видны новые тенденции даже в моде, то есть это миули и тому подобное. То есть на это я тоже обращала внимание. Многие коллективы показали более высокий уровень подготовки, потому что были и более интересные модели. Были и изделия, которые отличаются уже современностью формы, современной подачей. Сами участники, они привлекаются и к творческой деятельности, учатся, в общем-то, подавать себя, свой образ, что очень важно для современного мира. Часы, дни и месяцы кропотливой работы позади. Коллекции представлены широкой публике и жюри. Оценка, опыт и признание станут для юных дизайнеров дополнительным стимулом для создания новых коллекций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова